Глава сельского округа Сергей Эрфлей отчитался о работе за прошлый год. Помимо достижений есть и проблемы. Беговая дорожка на школьном стадионе стала травмоопасной и нуждается в ремонте. Необходима и замена мягкой кровли школьного здания. Требует серьезного ремонта трансформаторная подстанция, расположенная на школьной территории. Трансформаторная подстанция, находящаяся на территории школьного двора, которую необходимо передать на баланс специализированной организации. В школе нет средств, нет специалистов на содержание этой подстанции, а подстанция питает не только школа, но и часть улицы Октябрьской, села Джигинка. Ситуация такая, что она требует уже серьезных капитальных вложений для ремонта, но и школьный бюджет не может потянуть этого. Необходим капитальный ремонт филиалу Джигинского ДК, клубу на хоторе Утаж. Фельдшерско-акушерский пункт тоже пока не запущен в работу. Нет специалиста-медика, да и само здание ФАПа нуждается в ремонте. Сейчас очередь в детский сад насчитывает 152 ребенка. Исполняющим обязанности мэра Анапы Сергеем Сергеевым уже принято решение передать под детский сад здание Центра детского творчества «Родничок». По предварительным расчетам новый детсад сможет вместить более 100 ребятишек. Что же касается газификации, то в округе было создано товарищество из 37 собственников жилья для строительства газопровода низкого давления. Проектная смертная документация готова и сейчас проходит экспертизу. Газопровод позволит обеспечить голубым топливом новый микрорайон села Джигинка. В связи с тем, что строительство микрорайона ведется активно, нужна и новая трансформаторная подстанция. Далее перед собравшимися выступил депутат Совета города-курорта Анапа, директор предприятия России Федор Янишогла. Он рассказал, что после того, как Сергей Сергеев дал поручение дошкольным учреждениям активно сотрудничать с местными производителями, спрос на продукцию возрос. Уже договоры на поставку свежей молочки заключили 6 детских садов. Подводя итоги встречи, Сергей Сергеев сделал акцент на газификацию, отметив, что население подведения газа в дома должно быть стопроцентным. Газификация населенных пунктов. Мы должны стремиться к стопроцентной газификации и не должно быть оправданий. Насколько я знаю, на сегодняшний день у ТАШУ есть проектно-сметная документация, есть понимание, есть сумма, которая будет потрачена. Мы ждем решения законодательного собрания о конкретном выделении суммы на край и то, что будет нам доведено как муниципальному образованию. Что же касается развития дошкольного образования, то в решении этого вопроса, считает Сергеев, нужно поступать именно так. Здесь я подразумеваю, это строительство новых детских садов и ремонт существующих. По Джигенке конкретно я был в детском саду, вот прошлый свой приезд сюда, в бывшем детском саду. Ну, спасибо тем, кто сохранил это здание в таком виде, в котором оно есть. Меня это приятно удивило из того, что я увидел. И сегодня осталось небольшие усилия приложить. Я думаю, что в этом году мы этот вопрос закроем и детский сад начнет работать. Также исполняющий обязанности главы курорта подчеркнул, что не только у города есть перспективы, но и у сельских населенных пунктов. Это развитие крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств, качественная продукция, дополнительные рабочие места и дополнительный доход в бюджеты всех уровней. Все это позволит сделать социально-экономическую обстановку на селе стабильной, обеспечить достойную жизнь.